Игаль Левин Давайте с этого начнем, а потом там же все-таки эскалация достаточно серьезная сейчас произошла. После выборной Израиль он расколот, потому что половина граждан страны не хотели видеть победу партии Ликуд и Бениамина Натаниал, лидера партии. Так как Натаниал, ну или Биби, как его называют в народе, находится у власти уже 10 лет или уж фактически 14, включая его первый срок в 90-е годы. И для государства, которое подчеркивает то, что это демократическое государство и подчеркивает, что это единственное демократическое государство на Ближнем Востоке, и где институты сменяемости кадров демократии в самой стране развиты, ну то есть мэры городов сменяются, представители областных советов сменяются, в армии сменяются командиры. Это очень такой нетипичный момент, когда один человек возглавляет государство так долго. К тому же единственный, кто возглавлял государство так долго, до него это был Бен-Гурион, один из основателей государства Израиля. И сегодня уже ни для кого не секрет, что Бен-Гурион находился у власти нечестным образом, то есть во время выборов в 50-60-е годы происходили фальсификации. Это признали агенты охраны службы Израиля Шенбет, Шабак, в начале 2000-х годов. Ну и они говорили, мы верили, что без Бен-Гуриона, его сильные руки, Израиль проиграет. Поэтому была фальсификация выборов. Сегодня Натаняу переплюнул его срок, потому что остальные премьер-министры, премьер-министры это глава государства в Израиле, остальные премьер-министры находились в меньшей сроке в Израиле. Самые большие сроки, это 4-7 лет, это норма. Находиться 10 лет на одном дыхании, или 14, включая первый срок, это очень неординарное явление для страны. Это сейчас обсуждают все политологи, простых активистов низовых, но вот политологов. На выборах половина граждан проголосовала за оппозиционную партию генерала Бенни Ганса, то есть партия Бенни Ганса, синяя-белая, это коалиция генералов, военных и шоумена Еир Лапида, проголосовала, получили 35 мандатов, мест в Кнессете, парламенте Израиля. И партия Натаняу получила 35 мандатов. То есть мы видим раскол общества, даже на уровне голосования. Но нужно понимать, ну тут как бы зритель может спросить, если они поровно получили голоса, то почему бы все равно Натаняу возглавил. В израильской системе парламентской возглавляет государство не тот, кто получил больше голосов, а кто смог собрать в конечном итоге коалицию, которая включает в себя больше 61 мандата. И Натаняу известен тем, что он умеет договариваться с людьми. За ним стоит немаленький капитал, его поддерживает в том числе американский олигарх, сверхмиллиардер Шельдон Эдельсон, который вкладывает огромные деньги в Ликуды, в Натаняу. Это как бы не секрет, опять же, это не какая-то... То есть это открытая информация? Да, да, это открытая информация, это не секрет. Шельдон приезжает в Израиль, с ним фотографируется. Это не какая-то, опять же, конспирологическая тема, что вот, там, рука, длинная рука США и так далее. Но это все открыто и известно. Кстати, Шельдон, он хороший друг Дональда Трампа и поддерживает его партию. То есть мы видим, что это одна большая семья. Опять же, это не какая-то информация из какого-то а-ля конспирологии. То есть это все открыто, это все известно, это все в самом Израиле не скрывается. Но это говорит о том, что у Ликуды, у него есть несчерпаемый просто кошелек денег для любых программ в Израиле, связанных со своей персоной. Особенно предвыборные и послевыборные. Например, одна из самых читаемых и популярных газет в Израиле, раздающаяся бесплатно, на всех точках, во всех городах, называется «Израиль сегодня». Она печатается на деньги Шелдон Эдильсона, этого мультимиллиардера из США. Это тоже не скрывается, что это газета его. И эта газета никогда не критикует Натаньяу. Всегда его восклавляет. И одновременно претендует на объективность. То есть она пишет, что «объективная газета», но при этом там никогда нельзя услышать критики Натаньяу. При этом, каким бы ни был человек, понятное дело, что за 10 лет, так или иначе, какие-то грешки за ним должны быть. То есть у людей появляется вопрос в самой стране. Во-первых, скандалы, связанные с МИБи, это коррупционные скандалы в первую очередь. Но для Украины это может показаться странным, потому что тут все привыкли, что есть коррупция, с ней борются. И вот эта борьба с коррупцией, она такая, это вечный круговорот такой. То есть это как-то уже стало таким обыденным явлением в государстве. В Израиле уровень коррупции низкий, и поэтому коррупционные скандалы, они очень яркие, становятся такого национального масштаба. Причем, чтобы было понятно, что такое коррупционные скандалы в Израиле, например, как-то стало известно, что в самолете частном Натаньяу кровать стоит не 5 тысяч долларов, а 50 тысяч долларов. И это подняло гигантскую бурю в стране. Вот, казалось бы, такая вот вещь, которая где в Украине, ну, все знают, что и олигархи, и депутаты живут не бедно, мягко говоря. Никто не будет уже там смотреть, какая кровать и так далее. Больше рассматривают, сколько денег украли в данном или ином проекте государственном. Здесь же конкретно никто не сомневается в том, что большая часть денег в проекте государственном идет действительно на проект. А вот такая вот праздная жизнь, то есть ты летаешь не с простой кровати, а с какой-то шикарной, вот это возмущает израильтян. И это превращается в скандалы огромные. То есть это пишут центральные СМИ. Это не какие-то мелкие газетенки пишут, пишут центральные СМИ. Но самые главные скандалы, связанные с ним, это так называемые дела 2000, дела 3000. Это дела, связанные с закупкой подводных лодок в Германии. И там были провернуты коррупционные махинации, которые позволили, сколько ни самому Бибе, но его окружению близкому, хорошо нажиться. И положить себе в карман, нормально, так, десятки миллионов долларов. Но это конспирология или тоже это очень известно? Нет, нет, нет. Это есть исследования. Есть исследования и есть рекомендации полиции даже в Израиле отдать Натаняву под суд. В том числе и прокурора, и начальника полиции главного и так далее. Но невозможно отдать под суд, даже с рекомендацией верхушки полиции, человек, который занимает пост премьер-министра Израиля. Поэтому, кстати, победа сейчас Натаняву в выборах, она была жизненно важная. Он понимал, что если он проиграет выборы, то так или иначе его призовут к ответу за эти коррупционные скандалы, которые доказаны, то, что действительно там был откат денег и немаленький. Это тоже очень важный фактор. И многие люди, которые даже голосовали, например, за генерала Ганса, его партия «Синя-белая», это был голос против Биби. Потому что они поддерживают такую милитаристскую верхушку, потому что действительно вся верхушка партии – это была коалиция генералов, три генерала – Габи Ашкин Ази, Буги Айлон и Ганс, собственно говоря. Плюс шоумен, который… Его восхождение похоже, кстати, на Зеленского. Человек не из политики, человек из телевизора, и люди голосовали, потому что это человек из телевизора. Только если Зеленский актер, то это больше шоумен, стендапист и так далее. Айрил Лапид. То есть люди голосовали не потому, что им так нравится шоумен или генералы, а потому что они хотели убрать Биби. Поэтому страна сегодня расколота, да, мы видим, люди очень недовольны итогом, они понимают, что Натаньяо будет еще как минимум 3-4 года у власти, минимум. А Субарнет уж приближается с первым сроком к 18 годам. То есть это такой уже уважительный срок для человека, ну, мы знаем, примеры в нашем мире. Да, неволь от Путина вспоминаешь. Да, да, да. И в самом Израиле сейчас идет дискуссия, как жить дальше, потому что, ну, была уверенность, что Натаньяо не победит. И существует такой поствыборный шок небольшой. Я это вижу среди групп, партий. Многие оппозиционные партии сказали, что это будет самые сложные 4 года. Сложнее, чем были в прошлом, несмотря на вот операции в секторе газа, на вызовы с Хизбаллой и Ираном и так далее. Но они говорят, что все цветочки, вот сейчас это будет самое тяжелое. Тем более все в Израиле ожидают предстоящей войны, то есть есть атмосфера грядущей войны. Предстоящей войны с кем? С Хизбаллой и Ираном. С Хизбаллой. Да, то есть известно, что Хизбалла накапливает силы, это не скрывается тоже. Израиль подготавливается, все реформы, которые в армии происходят, израильской, все основное вливание денег, оно так или иначе, или косвенно, но направлено на войну с Хизбаллой и Ираном. Это самый главный враг Израиля сегодня. Иран рассматривается главным гипотетическим врагом. Поэтому любые изменения, которые мы видим, они так или иначе с этим связаны. И люди это ощущают, потому что израильское общество милитаризовано, то есть это такая стратократия в действии, то есть государство в армии. Все так или иначе соприкасаются с армией, все так или иначе соприкасаются со службой. Страна плюс крохотная, даже те, кто не соприкасаются, они ощущают это на себе, потому что фактически это один прифронтовой регион, где бы ты ни жил, например, в городе Хайфа, это индустриальный большой город, но если ты там живешь, по тебе будут падать ракеты и Хизбаллы. То есть там нет глубокого тыла, как в Киеве, когда на востоке идет война, а в Киеве это не ощущается. В Израиле это ощущается везде. Даже на Тель-Авиве взрываются ракеты, Хамаса и так далее. Поэтому все люди так или иначе это ощущают. То есть эта атмосфера есть. Я был недавно в Израиле, общался с разными людьми. То есть тут или там это проскальзывает. Дальше на уровне просто обычного продавца в магазине. Ну, вот давайте немножко вернемся все-таки к победе Нетаньяху и, возможно, союзникам Израиля, потому что ведь очень интересная была история с признанием голландских высот. И вот у нас был недавно один из представителей Atlantic Council. Джон Хербст. И вот я у него напрямую спросила, помог ли Трамп Нетаньяху фактически. Ну, сказал ему, конечно, да, вот такая позиция американских следователей. Но с другой стороны, Нетаньях уже очень грамотно сыграл. Он вначале использовал ту ситуацию, которую создал Трамп, признав голландские высоты. Потом поехал, поговорил с Путиным тоже, сфотографировался там, где было нужно. И в этом смысле, когда, раз уж вы заговорили о том, что Израиль готовится к войне, то кто тут, кто его союзники, кто его противники, и как вот на Ближнем Востоке будут играть и Штаты, и Россия. Как это ощущается, игра этих больших стран вот в этом регионе? Ну, во-первых, Трамп действительно помогнет Нетаньяху. Это не скрывается даже в самом Израиле. И, естественно, это было... Это то, что дал ему победить в конечном итоге. Это принесло эти последние, возможно, 2-3 мандата решающих, значимых, если не больше. То есть люди поняли, да, Ну, Нетаньяху, конечно, нас достал, но значение голландских высот для израильского общества всего... Есть консенсус в израильском обществе, оно единозначное. То есть только очень маленькие региональные группы считают, что голландские высоты нужно отдать Сирии. 90% населения, скорее всего, по опросам, по атмосфере и так далее поддерживают. То есть, грубо говоря, такой подарок — это одобрение, так сказать, большая часть израильтян. Насчет союзников, если говорить, ну, естественно, это США, как я уже сказал. Это всегда... Не всегда, но, скажем, начало 70-х годов. Это уверенный и всегда партнер и союзник Израиля во всех его проектах, начинаниях, войнах, проблемах и так далее. Причем неважно, какой режим. То есть США помогал Израилю, когда еще там у власти, например, были лейбористы, социалисты, ну, с левое правительством было. То есть если правительство сменится, США продолжат помогать Израилю. Помимо этого, я бы не сказал, что Россия для Израиля союзник, с Россией Натаньяу договаривается. Натаньяу, да, хочет дружить с Путиным, он с ним постоянно катается к нему. Подметили, что он слишком много к нему катается на самом деле. Но Натаньяу, он абсолютный прагматик. Это очень ярко видно на союзах, которые он создает. То есть он может создавать союзы от абсолютно аполитичных каких-то таких вот шоуменов, как я уже говорил, до совсем каких-то ультраправых таких маргиналов сторонников движения КААН и так далее. То есть он очень всеяден. И он понимает, что Россия, которая пришла в Сирию в 2015 году, это не сиюминутное явление, она пришла и ушла. Она там останется и будет. При этом этот регион Израиль рассматривает как зону своих интересов. При этом Натаньяу понимает, что Израиль бы не выжил за свои 70 лет, если бы он не всегда не вел очень гибкую, иногда не всегда последовательную, но очень гибкую политическую игру. Лавируя постоянно между разными огнями. При этом он лавирует всегда между разными огнями, но всегда делает то, что в конечном итоге он сам хочет. Ну это как бы бандировка Ирака, иракского ядерного реактора, который от США узнали постфактум, когда уже самолеты летели и бомбили его. Ну и многие другие подобные вещи. Поэтому Натаньяу понимает, что с Путином сколько нужно договариваться, а сколько нужно держать русских под контролем и тех зон ответственности, где Израиль и влияние, где он находится. Ну, например, самый яркий здесь пример – это бомбардировки Сирии постоянные. И там находится Россия, Россия выступает как защитница режима Асада, поставляет туда оружие, а Израиль уничтожает это оружие. Батареи «Панцирь», комплексы «Панцирь». Известно, что сейчас вот развернуты были С-300, С-400, и Израиль все равно нанес недавно буквально, сколько, несколько недель назад, удары там, где он хотел. Все эти события происходят не без договоренности с Россией. Иногда происходят буквально там за какой-то… Просто Россию старают перед фактом, то есть вот здесь будет нанесен удар. Просто знайте, чтобы там не было ваших людей. Израилю не нужен дипломатический скандал, Израилю не нужно, чтобы произошло такое, когда погибнут российские сотрудники или военнослушащие. Как, например, самолет, который был сбит, где офицеры российские погибли, который был сбит сирийцами. Но, как бы, косвенно по вине израильтян, которые бомбили, летели. То есть он тогда вызвал уже огромный скандал, что и Натаньяу, и Либерман тогда, и министр обороны в то время, так или иначе, звонили Путину, и это делалось заявление, и израильские СМИ об этом очень много говорили, и это подняло очень большую бурю в стакане. Что бы произошло, если бы при прямом ударе израильском погибли бы российские военные? Поэтому вот эта договоренность о делении пирога, так сказать, то есть понятное дело, что Путин рассматривает Сирию не из каких-то гуманистических соображений, а это рассматривает как часть пирога. Израиль говорит, этот пирог давно уже поделен. Вот сейчас мы будем, раз вы сюда пришли, и вы пришли сюда с оружием, давайте сейчас посмотрим, какой кусочек все-таки вы получите. Именно поэтому так много постоянно есть полетов, разговоров между Путиным и Израилем, но рассматривать Россию как союзник Израиля – нет, это не союзник Израиля. Европа так или иначе очень по-разному. Есть страны, которые, например, Англия, так или иначе поддерживают Израиль, но есть очень сильное лобби антиизраильское, есть пропалестинское лобби в Европе. Поэтому чуть ли не единственный союзник, это опять же США, на который Израиль рассчитывает. При этом он как бы смотрит в будущее. Например, есть с Китаем на самом деле очень большой уровень сотрудничества с китайскими фирмами. Подписываются сейчас большие договора с Китаем насчет рабочих китайских. То есть Китай поставляет Израилю дешевую рабочую силу, то есть речь идет о десятках тысяч профессиональных рабочих. А Израиль поставляет Китаю хай-тек, высокие технологии, в первую очередь специалистов. Израильские специалисты высоких технологий разрабатывают, например, всевозможные алгоритмы и софт для китайских фабрик. Например, искусственный интеллект для автоматизации этих фабрик. То есть Китай отдает грубую силу рабочую, Израиль отдает Китаю мозги. Такие проекты подписываются на очень длинные, большие годы. Так или иначе, благополучие Израиля Китаю выгодно. В Израиле понимают, что США не вечны, как и все не вечно в этом свете. Поэтому закидываются удочки в разные страны, большие, естественно. Поэтому Китай рассматривается Израилем все-таки как потенциальный партнер. Но это речь идет о будущем. Сейчас Китай нельзя называть союзниками Израиля. Но в самом Израиле никто не отметает такого факта, что в каком-нибудь будущем через лет 10, 20, 30, 40. Или более мы знаем, что Китай растет, усиляется. И так или иначе он выйдет на широкую арену мировую. Сейчас он так более-менее закрыт. И Израиль заранее подготавливает фундамент к этому моменту, когда Китай сравняется с США в его экономической мощи или приблизится. И тогда с ним придется считаться очень многим на свете. Сколько Ближний Восток готов сейчас к новой войне? Потому что еще бомбардировки Сирии продолжаются. Там идет война. Я об этом и говорю. Вы говорите, что Израиль готовится к войне. Это чувствуется, это витает в воздухе. Тогда перефразируем. Насколько Ближний Восток готов к еще одной войне? Или к разворачиванию новых аспектов, которые уже идет? На самом деле от войн все устали. Это очень хорошо показывает количество беженцев. В том числе беженцы, которые бегут от войны. То есть не только экономические, какие-то экономическое положение плохое. То есть это очень яркий показатель, когда миллионы людей бегут от постоянных военных действий. Плюс они ведь происходят не... Потому что они начинаются и заканчиваются. Это всегда очень конфликты, которые вялотекущие, которые... Десятилетиями. Да, десятилетиями, которые в себя втягивают, включают огромные массы людей. Не дают возможности им банально распланировать свою семью. То есть сегодня ты попытался как-то вот утвердиться... Ты не можешь ничего рассчитывать для будущего своих детей, потому что завтра какой-нибудь очередной диктатор местный, или какая-нибудь очередная войнушка, или очередные какие-нибудь инсургенты придут и заберут твоего ребенка. Это еще в лучшем случае, в худшем случае будут призебать в болотах каких-нибудь этих... В грязи, в каком-нибудь лагере беженцев. Вот сейчас, например, в Сирии и в Ираке есть лагеря беженцев на где-то сотни тысяч человек. Города-миллионники были уничтожены, ну как Масуз, самоизвестное. То есть огромные города. В самом Израиле тоже безумно устали от войны. Одна из причин, почему люди недовольны политикой Натаняо и голосовали против него, это то, что он ничего не может сделать с газа и с Хамас. Он обещал, он на этих лозунгах пришел к власти. Еще десять лет назад один из лозунгов был силен против Хамаса. Прошло десять лет, и вот Хамас по-прежнему у власти в Газе, и недавно, буквально перед выборами, ракеты Хамаса взорвались над Тель-Авивом. Но люди это видят и понимают, говорят, ну окей, если ты силен против Хамаса, то почему Хамас до сих пор здесь? За десять лет они смеются, какие-то там бордачи в зеленых повязках с автоматами бегают, и ты не можешь победить со своей всемогущей армией. Люди устали в Израиле от войны. И когда я говорю о беженцах, которые бегут, и сам в Израиле бегут не беженцы, но сами израильтяне уезжают из Израиля довольно много. Также есть такое явление, возвращаемся в Берлин, так сказать, обратная миграция. То есть, если когда-то наоборот в Израиле ехали все евреи и призывали, аж кеназы, например, из Германии, как раз из Европы, то тут говорят, мы теперь возвращаемся в Берлин. Это такой вот средний класс интеллигенции Израиля, явление, когда там тысячи людей, причем людей, опять же, это средний класс интеллигенции, которые могут быть потенциально мозгами Израиля, покидают Израиль. Я знаю хороших айтишников, то есть, людей талантливых, которые покинули Израиль и живут, кстати, и в Украине знаю таких людей, и в Европе, и даже в Россию возвращаются. В Москве что-то вроде бы около пяти до десяти тысяч израильтян, которые когда-то мигрирули в Израиль, а потом вернулись. А теперь вернулись. Вернулись, да, и в Европе очень много есть. Израиль всеми силами пытается бороться с этим явлением. То есть, там, например, сейчас, казалось бы, правительство Натаньяу, оно правоцентриское, неолиберальное абсолютно, но понижены были цены на продукты, особенно базовые продукты. Растет минимальная зарплата. Конечно же, это все связано с профсоюзной борьбой в Израиле, и социальной борьбой и так далее. Но в конечном итоге на уступки эти идет правительство, которое позиционирует себя абсолютно не как правительство простых людей и рабочих. И так далее. Это, кстати, одна из причин тоже популярности Натаньяу в конечном итоге, потому что человеку плевать, как они себя называют, правоцентристы или неолибералы. Цена падает, зарплата растет, отлично, нормально. Пойду проголосую, галочку поставлю. То есть Израиль всячески пытается остановить это явление. То есть люди настолько устали от войны, и все эти гомотины, ну как с сектором газа и с Хамасом, например, что даже из Израиля стараются убежать. И войны с Хизбалой и с Ираном никто не хочет в самом Израиле. Ну то есть несмотря на такая интересная ситуация, потому что несмотря на милитаризованность общества, Израиль по многим оценкам и индексам занимает первое место. по уровню милитаризации общества, опережая Северную Корею и другие милитаристские страны, Россию и так далее. Но несмотря даже на такую милитаризацию, войны никто не хочет, потому что Израиль пережил уже очень много разрушительных войн, страшных войн, и сейчас эта война с террором или с прокси-силами того же Ирана, Хизбалой и так далее, она очень изматывающая. Такие войны на истощение по факту. Потому что происходит Вторая Ливанская война, война с Хизбалой, погибают люди, то есть около 170 офицеров погибло израильских. Для Израиль это высокие цифры. И Израиль уходит из Ливана, Хизбалла остается, укрепляется, строит туннели. Сейчас Израиль боролся с туннелями. То есть люди понимают тогда, зачем эти жертвы были. То есть когда-то, например, в войне Судного дня, где погибло 3000 человек, это просто национальная трагедия для Израиля. Особенно тогда население было, по-моему, 3 миллиона, что-то такое. Из 3 миллионов 3000 погибло. Это огромное количество людей. Но итогом войны Судного дня был мирный договор с Египтом, с главным врагом тогда Израиля. Самым сильным и самым опасным. Потому что сегодня население в Египте 90 миллионов. Потенциал человеческий, ресурсный и так далее, он абсолютно не сравним с израильским. Был мирный договор, это был итог. И люди понимали, да, это была страшная война, но она стоила того, что теперь есть мир, и уже десятки лет, начиная с 70-х годов, десятки лет можно не бояться войны с Египтом. И даже когда еще не было ИГИЛ на Синайском полуострове, израильтяне даже ездили на Синайский полуостров отдыхать. Ну или в Египет могли ездить, открытые границы были. О чем не могли мечтать в 50-е годы абсолютно, когда Насер был у власти, панорабист. Это было фантастикой поехать в Египет, израильтяне. То есть сегодня нет такого, что вот мы заканчиваем войну, договариваемся, получаем какой-то такой пакет хороший, например, мирный договор. Все видят, что и Хизбалла остается, Хамас остается, Иран продолжает отрицать кулаками и вливать деньги в Хизбаллу, и силы, и оружие. Плюс есть Асад, который остался, который враждебен Израилю. А сейчас с аннексией голландских, и признанием аннексии голландских высот, он, пока будет Асад, и его клан, и его семья ловит у власти, он будет продолжать оставаться врагом Израиля. И, естественно, это очень сильно гнетет израильское общество. Ну давайте немножко перейдем к Сирии. Вы уже, собственно говоря, так или иначе мы касались этого вопроса. Некоторые эксперты говорят о том, что, по большому счету, Россия укрепилась в Сирии. И даже одно время в Украине была шутка, кому звонить, когда нужно позвонить в Брюссель. И там говорили, кому. А теперь в западных средствах массовой информации иногда говорят, если нужно что-то решить в Сирии, кому нужно позвонить, нужно позвонить Путину. И это, конечно, неутешительная, прямо скажем, для западного мира информация. Вот что там происходит сейчас в Сирии, и действительно ли там Россия укрепилась, и насколько сильно она укрепилась? Можем ли говорить о каком-то таком возвращении влияния России в этот регион, как вот при Советском Союзе, попытка вернуть вот такое влияние, как при Советском Союзе? Не, ну влияние вернулось, и Россия там укрепилась. Это тоже не секрет. Те базы, которые, инфраструктура этих баз была расширена, туда были влиты средства и деньги, сейчас являются порными пунктами России. И, несмотря на тысячи заявлений, что там выводили войска, вводили войска и так далее, там остаются российские войска, силы специальных операций, авиация и так далее. Другое то дело, что Иран пытался всеми силами укрепиться, и с такого вот болчаливого позволения России фактически. И часто можно было видеть, что зоны влияния Ирана были очень близки к тем зонам влияния, где находилась Россия. Но это не интерес к Израиле, как израиль носит удар обычно по иранским силам там. Если же говорить обратно о России, то да, даже в Израиле скептики и так называемые голуби, мирно настроенные аналитики, говорят, что как уже сегодня с этого начало, Россия вернулась и пришла надолго в Сирию. То есть никто не рассматривает это как пришли, помогли Асаду и ушли. Тем более, если Россия уйдет, то вся эта вертикаль Асада, армия сейчас его по новой в огне войны, сирийской войны, которая длительной, выстроилась, то все начнет сыпаться, потому что там страшные кризисы, как инфраструктура абсолютно разрушенной, индустрия разрушенной, абсолютно деградировала сельскохозяйственная отрасль. Сейчас над Ближним Востоком поднимаются страшные пылевые бури. Это прямая связь с деградацией сельскохозяйственных, ирогационных и так далее систем. Да, недоходы Израиля, кстати. Я помню, даже я когда достал такую бурю, такое ощущение, что ты на Барсе находишься, то есть такая здоровенная пылевая буря. Их до войны было намного меньше, чуть ли вообще их почти не было. Сейчас, после уже сколько, семи лет войны в Сирии, из-за того, что сельскохозяйственная отрасль не работает, не существует по факту. Ну, то есть выжженное, собственно говоря, поле везде. Да, я не знаю, как точно, опять же, я не аграрий, я не разбираюсь, как точно это работает, специалист по экологии, но как-то да, не работа с землей, не работа с регуляционными, там же пустыня, с водяными каналами, системами, реками. Ефратрика, это знаменитое. Оно привело к тому, что там даже природа как бы уже показывает, что то, что происходящее там, это не самое благополучное проявление. При этом мы видим, что американцы продолжат оставаться в Сирии, которые поддерживают сирийско-демократические курдов с севера Сирии. Даже сейчас, после того, как Трамп сказал, что выводят туда войска американские... Неоднократно сказал об этом. Неоднократно сказал об этом. Да, неоднократно. В конечном итоге он же сказал недавно, что там останутся 200 человек. Ну, на севере Сирии, где курды, 200 солдат американских останется. И еще 200 он хочет разместить на голландских высотах, на зоне размежевания. Там есть такая буферная зона между сирийскими голландскими высотами и израильскими голландскими высотами. Еще там 200 человек разместить. То есть американцы останутся там пусть и ограниченным контингентом. Помимо этого, там есть немного и французов, и, естественно, там турки. И турки сидят там довольно плотно, не скрывая этого. Там турецкие войска под турецкими флагами, с турецкой символикой, которые поддерживают, так называемую, оппозицию, группировки связанные с этой оппозицией. И сейчас же там начались опять боестолкновения между протурецкими силами и Асадом, и фактически пророссийскими силами. Во что это все вылится, опять же, непонятно. Хотя вроде бы там был уже договор о регионе Идлиб, это на севере Сирии, что есть прекращение огня и устоявшиеся какие-то зоны контроля. То есть Россия понимает, что если она уйдет, то все эти деньги и все эти силы будут слиты просто в никуда. Потому что в Сирии продолжится дальше развиваться этот виток войны. Прямо этого нужно не забывать, что там остался ИГИЛ, и довольно они слабые, они ушли в подполье. Фактически сейчас по всей Сирии происходят десятки, если не сотни терактов и нападений, в том числе и на войска Асада. В самой пустыне даже есть регионы, которые все-таки ИГИЛовцами контролируются на юге Сирии. Несмотря на заявления американцев, что собственно говоря... Да, и американцев, и русских, и все-все заявляли... Все же заявляли, что ИГИЛ удалось побороть там. Да, ну в конечном итоге, можно сказать, имели в виду, что была уничтожена территориально халифат, хотя опять же есть территория, где он контролирует там или иначе. Но сам ИГИЛ-то остался и вот шел в подполье, и опять же речь идет не один-два теракта, а речь идет о десятках и сотнях в конечном итоге. Это постоянной борьбе, в СМИ об этом не говорят, но кто мониторит, он видит, знает. И если Россия уйдет, они понимают прекрасно, что может быть и реванш ИГИЛ, и распространение дальше американского влияния через курдов и арабские силы, которые подконтрольны и лояльны американцам. Поэтому Россия там будет. И сирийская война начала продолжаться долго. Предполагали, что возможно она в 2019 году закончится, мы сейчас в середине уже 2019 года, скоро от лета. Но при этом мы видим, что нам даже близко не думают заканчиваться. И вот эти ситуации в Идлибе сейчас, это очень яркий пример и показатель. Или партизанская война ИГИЛ, например. Поэтому, да, Россия там будет еще долго. Столько, сколько будет там длиться эта война и даже больше этого. Потому что даже если она будет закончена в конечном итоге, так или иначе, из-за разрушенной инфраструктуры и деградации всего там, будет слабость, которая будет обладать верхушка власти Асада, она просто позволит опять каким-нибудь инсургентам и ИГИЛовцам кому-то появиться со своим проектом. Представляете, как удивительно. Совершенно недавно мы говорили о том, что война фактически закончена в Сирии. Многие заговорили в Европе и вообще в Западном мире о политическом каком-то урегулировании. Даже многие эксперты говорили, ну вот понятно, что Россия укрепилась в военных вопросах. А вот удастся ли ей разрулить политическое урегулирование? Нет, политически не удастся. То есть вообще не говорим мы сейчас о политическом урегулировании. Это очевидно, потому что население Сирии, которое является арабским и суннитами в своей массе, даже курды-сунниты, они не потерпят диктатуры клана алавитов, не демократического абсолютно, крохотного. То есть Асад является триггером в Сирии для всех абсолютно. От каких-нибудь умеренных до ИГИЛовцев и всех, кто посередине, в том числе для курдов. И это такой консенсус, в котором вокруг него все оппозиционные группировки сходятся. Да, у тех же курдов известно было, что курды Федерации Северо-Сирии, они ведут переговоры, так или иначе, как-то в Сирии, договариваются, потому что он по факту все-таки есть, существует. И они тоже как-то нужно вместе решать дальнейшее общежитие. Даже с турками какие-то попытки, вот разговоры есть и договоренности, такие очень робкие. Но при этом это никак не отметает само явление борьбы против него, инсургентов, создание настроя оппозиционного у граждан. Потому что алавиты – это крохотный клан, сколько их там, 3% или что-то такое. Которые всю верхушку, от военных армейских формирований до спецслужб и политиков, представляют тоже алавиты, приближенные к осаду. То есть это проявление просто клана. Несмотря на то, что он называется президент и так далее, это просто один закрытый клан. И пока он есть, все там будет держаться только на штыках и поддержке силовиков большой державы. Сейчас это Россия, например. Если опять-таки она уйдет, то это посыпется. То есть, в принципе, из того, что вы говорите, получается, что некоторые страны Ближнего Востока заинтересованы в присутствии России на Ближнем Востоке, причем в таком серьезном присутствии. Он считается просто как изданностью. Израиль, например, не заинтересован. Он был заинтересован в том, чтобы осады убрали, но он считается с присутствием России как изданностью. Мы видим, что эти вот сложные-несложные отношения Турции с Россией, которые сегодня сбивают самолеты, а завтра они покупают у них оружие, сбивают самолеты России, а завтра думают закупить у России оружие и так далее, это тоже в конечном итоге считается изданностью, потому что Эрдоган и Турция ведут свою абсолютную игру. Не пришла бы Россия, они так бы двигались. Пришла Россия, они корректируют свой путь. То есть, это просто такое прагматичное реагирование на реальность объективную. Ну и несколько слов об Иране, потому что мы же прекрасно помним, что у США одни отношения с Ираном, у европейских стран другие отношения с Ираном. То, что Запад не говорит, как у нас принято одним голосом, нам очень нравится такое выражение здесь. Насколько это укрепляет Иран? И насколько он сейчас игрок в регионе? Ну, с Ираном, на самом деле, все получается немножко интересно и смешно, потому что он находится в такой ловушке, которую он сам себя загнал. Сейчас там сменился глава корпуса стражи Исламской революции и те структуры, которые связаны с операциями за, особыми операциями, специальными операциями за границами Ирана. Но это никак не поменяет того факта, что Израиль продолжает уносить удары по силам Ирана. Иран является слабее, чем его враги гипотетически, он является слабее в технологическом аспекте, например, Израиль или США, допустим. Поэтому он продолжает трясти кулаками, но при этом вливать силы в инсургентов, в прокси силы всевозможные телены, как Хизбалла или, кстати, хуситы в Йемене. То есть генералы в Иране прекрасно понимают, что так как в симметричной войне они не сильны и не могут, они вливают силы в асимметричную войну. Они даже помогают, казалось бы, не шиитам, а сунитам Хамасу. Только потому что это враг Израиля, так или иначе он тревожит, кошмарит Израиль. В самом Иране не все так мягко, страна довольно закрытая, но об этом можно судить по протестам, которые там были не однажды уже за последнее, скажем, начало арабской весны, которые подавлялись. Логично, что если бы там все было прекрасно, то протестов бы там не было. Тем более такого большого масштаба, это все-таки огромная страна, большая страна. Если эти протесты и были, и они подавлялись, подавлялись они грубой силой, это говорит о том, что какие-то есть противоречия и сложности внутри страны. Это не говоря о том, что там есть и курдский сепаратизм, и многие другие явления еще внутри, которые тоже, так или иначе, абсолютно не играют на руку благополучию власти Ирана сейчас. Но у них сейчас нет выбора, кроме как продолжать эту экспансию, вот этой консервативной революции и продолжать расти кулаками. Там же постоянно происходят парады, очень такие помпезные, потажные, их много, когда они перебарщивают с парадами. Это не говоря уже о том, что какие-то очень мелкие успехи в той же Сирии подаются как огромные успехи. Где-то смогли укрепиться, где-то смогли что-то сделать, это подается как большой очень успех. Казалось бы, в такой ситуации, когда у тебя есть проблемы внутри страны и технологически, экономически, ты не можешь тягаться со своими врагами, нужно как бы закрыться, восстановить экономику, раскрутить ее, чтобы, например, сняли санкции, например, и так далее. Но тогда, если Иран закроется внутри себя, то он будет в конце уничтожен своим же народом. Мы видим на фоне арабской весны протестов. Поэтому постоянное движение, расширение и постоянная попытка распространять эту консервативную революцию исламскую, победившую там, ну, это их основной нарратив мифа общенационального. Это главный аспект выживания для этого режима. Потому что, ну, если человек, люди там выйдут на митинг с такой или иной требованием, можно сказать, ну, смотрите, тут наши братья погибают в Сирии или это, или там где-нибудь, или в Йемене, или в Ливане, вот в Израиле, в Газии. Постоянно говорят о том, что вот Израилю угнетают палестинцев и так далее. Да, у Израиля с палестинцами сложные отношения, он действительно их угнетает. Но, казалось бы, где Иран? У тебя как бы свои проблемы и свои жители. Один из даже лозунгов, кстати, оппозиционно настроенных граждан был «Хватит что-то кормить Данмаск и Палестину, что-то не Данмаск, не Палестина, хотим вот заниматься проблемами, которые дома у нас тут в Иране». То есть Иран находится в таком тупике. С одной стороны, закрыться внутри себя, превратиться в Северную Корею, и в конечном итоге США может его просто задушить, задавить санкциями. Поэтому постоянно расширение и постоянно попытка везде вот где-то утвердиться. Неуспешно, потому что даже неуспешно, потому что даже в Сирии постоянно уничтожаются его базы, войска и опорные пункты Израиля. Но это приводит постоянно к новому движению. Одни пункты уничтожили, новые. Одних офицеров убили, послали новых. Вместо тех, которых послали, в Иране выготавливают других. То есть происходит постоянно какая-то все-таки движение. Но движение всегда лучше статики. То есть все, что двигается, оно живет. Все, что стоит на одном месте, умирает. Поэтому Иран будет продолжать двигаться именно в точно такой же логике. И его дальнейшее развитие, связанное с ним, будет зависеть от других акторов. То есть будет зависеть от России, от Израиля, от США в регионе. Так или иначе будет ослаблять свои позиции или усилить свои позиции. Также будет реагировать Иран. То есть во многом действия Ирана, они, как бы это реакция очень часто на какие-то действия другие. То есть он не утверждался в Сирии, пока не началась там война. Такой последний там появился. Он не поддерживал Хамас, пока Израиль в одностороннем размежевании не вывел своей силой из-за сектора Газа. И Хамас там занял власть и так далее. То есть часто Иран реагирует на эти события и пытается везде прийти со своей концепцией этой революции и поддержкой сил на Ближнем Востоке. То есть он хочет быть главным центральным двигателем, актором всего Ближнего Востока, естественно. Тем более соревнуюсь с аудитами, которые хотят тоже быть представителями суннитского мира, арабского мира. И перс и Иран, шиитская империя консервативной революции фактически, она рассматривается ими тоже как соперники, противники. Игаль, спасибо вам огромное, что были сегодня с вами в прямом эфире. Спасибо вам. Игаль Левин был сегодня у нас в прямом эфире. Пытались разобраться, что же там происходит на Ближнем Востоке. Спасибо, интересно. А вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Укра-Лайф-ТВ.